Всем привет! Как я и обещал, сейчас я в этом видео покажу, как можно сделать вот такой локоть, который скручен пылечком. То есть это не полноценный локоть, который откован из одного куска, он такой шарообразный, а он делается легче намного и получается такая красивая форма остроконечная. Единственное, что в этом варианте ранделька приклепанная, а я буду делать с ранделькой, которая сразу цельная идет. На локте будут три ребра и вот такая вот красивая отбортовка. Первым делом нужно вырезать заготовку. Все начинается с выкройки. Вот выкройка у меня уже готова. Чтобы ее сделать, мне пришлось несколько раз делать пробники и они были не очень удачны и путем проб и ошибок получилась уже более-менее правильная выкройка. На ней видно, что есть внутренняя часть, которая будет прятаться под второй край. Вот таким образом. Сразу видно, что здесь есть круглый вырез, потому что если сводить эти линии на острый угол, в конце концов это место всегда ломается и довольно трудно работать, когда тут скручивается кулечек. Он всегда остренький и с маленькой трещинкой. Без трещины сделать практически не получается. То есть получается или нахолодно небольшая трещина или потом подокреваю все равно трещинка. Ее можно конечно заварить, это не проблема, но хотелось бы сделать в чистовую. То есть не надо никаких подвариваний, никаких доработок. На этом же локте видно, что круглое отверстие будет закрываться дополнительной нашлепкой. Это очень оправдано, если вы работаете с титаном. Он вообще не любит таких работ, если его гнут, не всегда аккуратно. И он еще даже раньше будет трескаться, чем какая-либо сталь. И титан заварить, например, у меня нет возможности. Да и желание, потому что сварка титана, она довольно вредная, насколько я знаю. А вот такая красивая нашлепка, в принципе, нормально вписывается в дизайн и ее несложно сделать. Так, идем вырезать. Марка стали 30 хгса, толщина 1,2 миллиметра. Если растягивать стандарт на локоть, ну то есть такой полукруглый, то обычно минимальная толщина изначально берется 1,5 миллиметра, потому что при растягивании происходит утоньшение материала. А вот в таком варианте утоньшение, в принципе, не происходит. И это очень даже хорошо. У меня на выкройке сразу намечены центра, и их стоит сразу же рисовать. Линейку, ну или в данном случае выкройку надо ставить по краю маркера вашего, а не по центру, потому что маркер довольно толстый. И вот такое смещение специально сделано для того, чтобы полоса находилась все-таки максимально по центру, а не сбоку, смещаясь на 2-3 миллиметра. Кстати, лучше приобретать маркеры, которые рисуют тоньше. Сейчас это не очень удобно. Вот эту часть я буду вырубать зубилем. И очень важно вбить аккуратно, чтобы не раздалбывать лицо наковальни. Теперь с другой стороны видно след. В принципе, для начала работы вот так вот достаточно. Край неаккуратный совершенно и имеет такие надсечки, которые могут треснуть. Но после сворачивания эта часть легко будет подтащить болгаркой. А сейчас, чтобы выгладить этот край, придется напильником выпиливать. Это, конечно же, долго, поэтому я этого делать не буду. Начинаем равномерно прокомывать. Как вы видите, яма отковочная здесь не круглая, а овальная. Таким образом она делает не шар в ней получается, а овал. И это можно использовать для того, чтобы делать такие формы, как конус. Я постоянно разворачиваю деталь при отковке и ставлю деталь так, чтобы эти линии вот так вот вращались по этому направлению. Таким образом деталь сама начинает скручиваться в такой выпуклый кулечек. Боковое ребро продолжается за линию локтя и заходит на рендель. Таким образом мы получаем существенное усиление в этом узком месте. Очень важно зафиксировать вот эти края для того, чтобы можно было дальше поправить форму без того, что эта разорванная часть будет постоянно разъезжаться. Зафиксировали. На данном этаже вы должны быть нормальным. Сверлим. 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 Сверлим.